Первая точка – казачий переезд в Куйбышевском районе. Олег Фурсов проверил, как почистили улицу Шоссейную и казачий переезд. Машины, закупленные еще летом, позволяют значительно экономить топливо, время и, разумеется, деньги. Водители лаповых погрузчиков рады – работать стало намного проще и комфортнее. Удобный, кабина теплая, комфортно, короче. С последствиями недавнего снегопада новая техника расправляется шутя. Через несколько часов город практически очищен от снега. Все основные улицы избавлены от снежных заносов. Освободившуюся технику направляют в те места, где ее присутствие необходимо. Ночью грузовики вывезли с городских улиц свыше 4000 тонн снега. Все четыре полигона работали без перебоев. Глава администрации Кировского района Игорь Рудаков отметил, снегопад, прошедший на выходных, был не очень сильным. Конечно, если такой снегопад, как восьмой год, будет затяжной, то возможно привлечь еще промышленные предприятия. Есть договора на выделение тяжелой техники. Полигоны со снегом справляются. И плюс еще две снегоплавильные машины, которые в резерве стоят в случае форс-мажора, они тоже готовы выйти. Глава Самары, завершая ночной рейд, отметил, что резервы техники для борьбы с сильными снегопадами имеются. И обратил особое внимание на то, как в этом году город подготовился к новогодним праздникам. Андрей Трой, Алексей Золотенков. События. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!